приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен мониторингу ресурсов вашего сервера ну и сегодня я расскажу об установке такой полезной утилиты bp white top для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска линукс профессионал института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру а где специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему и так коллеги если меня слышно нормально хорошо без всяких артефактов с вас плюс в чат но я буду продолжать и так традиционно начнем с теории важно коллеги мониторить ресурсы вашего сервера почему но потому что если вы не смотрите за вашим сервером то там будет то там будет полный бардак анархия какие-нибудь хакеры заведутся вирусы троянские кони черви и так дальше как это мониторить ну на самом деле есть встроенные утилиты такие как топ например или там эйч топ но сегодня мы поговорим об утилите которая называется бипи вайту в чем смысл в том что в этой утилите очень хорошо реализована визуализация всего да то есть вы можете мониторить процессор вы можете мониторить дисковую подсистему вы можете мониторить нагрузку на сеть смотреть что вас там сетью происходит очень удобно визуально поэтому сегодня мы об этом будем ее устанавливать эту утилиту бипи вайтов ну и собственно с ней поработаем ну и вообще коллеги вот как бы удобно до смотреть классно как-то картинка красивая все любят как говорится глазами вот ну и вы будете понимать что там где там происходит что грузит систему что происходит куда что ломится как ломится зачем ломится то есть все это дело на самом деле будет намного легче отслеживать поэтому собственно вот этим мы с вами и займемся поехали дальше я буду сегодня использовать статью из нашего блога ссылку на эту статью вы можете найти под этим видео в чате вот для чего для того чтобы вам было удобно да то есть поэтому переходите по ссылке в блог и собственно можете воспользоваться control c control v да и не надо там печатать эти команды присматриваются потом где-то нифига не видно и ну и так дальше поэтому собственно коллеги пользуйтесь блогом очень сильно рекомендую и так значит что нам нужно для того чтобы сегодняшний мастер-класс получился первое нам нужен linux вот первый важный момента ну и второй нам нужно чтобы в линуксе был установлен python и так что у меня за пациент у меня вот такая вот система значит кат етк lsb релиз значит смотрим у меня убунта 2204 ls cpu у меня здесь 16 ядер вот 16 театр free минус м free минус м 32 гигабайт оперативной памяти вот такой вот собственно df минус h 194 гигабайты хранилище да то есть вот такой вот собственно у меня сервачок ну и я на здесь на нем буду тренироваться и так поехали дальше значит здесь в статье описаны да так вот коллеги давайте поговорим о преимуществах baby white top а первое главное преимущество это поддержка мыши то есть вам не надо там каким-то табуляциями куда-то там что-то клацать непонятно чё клацать здесь вы просто можете мышкой нажимать и все на самом деле легко дальше фильтрация покажу различные горячие клавиши тоже посмотрим возможность отправки сигнала выбранному процессу коллеги вы можете если вы увидите например какой-то процесс зажрал там результсы вашего сервера вы можете ли его легко как говорится прибить этот самый процесс ну и я уже говорил красиво baby white опрессуют графики соответственно использование сети скорость записи чтения дисков да то есть все очень такой вот прикольное поэтому давайте установим попробуем ну и вы как говорится пощупаете и поймете насколько вам это вообще полезно ну а я на самом деле рекомендую и так варианты установки можно установить через менеджер пакетов python pip я собственно этим не воспользуюсь вариант номер два это гид гид да то есть гитхаба ну и собственно использовать менеджер пакетов вашей операционной системы да то есть если это у меня вот убунта то соответственно можно установить с помощью команды апт инсталл да и так поехали значит я воспользуюсь первым вариантом установки это с помощью пипа почему пип ну на самом деле очень удобно ввиду того что я тогда не привязываюсь вообще к версии своей убунты да или это может быть какой-то там оракал линукс и так дальше то есть главное чтобы был пайта когда есть пайтон то остальное все становится как говорится по барабанам и так смотрим что у меня значит у меня пайтон версии 3.10 12 один из последних пайтонов поэтому вот но пипа у меня здесь нету коллеги да то есть вот пип нужно будет установить и так поехали значит начнем с установки пипа еще раз пип это менеджер пакетов python соответственно с помощью этого менеджера пакетов мы собственно возьмем дальше и установим все необходимое да то есть голый пайтон вернее минимальный пайтон здесь у меня если вы посмотрите то совсем как говорится все по минимуму поэтому ставим менеджер пакетов коллеги пожалуйста повторяйте если вас уже есть пайтон как у меня нажмите цифру 1 если вас есть менеджер пакетов пип нажмите цифру 2 в чат чтобы понимать как у вас там дела и так пип 3 у меня уже появился ну и соответственно дальше я могу уже все это дело устанавливать значит здесь коллеги есть различные инструкции для различных операционных систем я на самом деле не знаю какой в этом системы пользуетесь поэтому в статье максимально детально для вас описал поэтому как говорится берите пользуйтесь итак поехали пип 3 install bp white top устанавливаем и посмотрим что у нас там дальше будет так хоп очки все установилась до важный момент коллеги я здесь работаю под рутом под рутом собственно пип на это ругается говорит что чувак это не не как бы не красиво работать под рутом но но коллеги у меня у меня бипи white top это собственно мониторинг ресурсов поэтому я должен работать из под рута вот это очень важный момент поэтому еще раз посмотрите я работаю ху м ай я работаю под супер пользователем рут важный момент поехали дальше значит здесь дальше описывается установка из репозитория но опять таки выберите что-то свое да то есть кому что угодно да но тут только надо будет собирать самому все дату сделать там make make install и соответственно все вас соберется есть еще один вариант это установка из репозитория самой операционной системы тоже вариант смотрите как вам удобно ставится тоже просто патрин стал бипи white top и соответственно чё бы не да вот здесь для для арча тоже пожалуйста тоже все есть и так поехали значит бипи white top help будет be by top значит минус минус help собственно help коллеги значит здесь вы можете кастомизировать вывод вывод да то есть можно там цветовую схему поменять вот такие вот всякие дебаг там включить но одним словом удобно да удобно и так давайте запустим и посмотрим что же мы получили мы получили вот такую вот красивую коллеги красиво обратите внимание как я вот так вот это дело все смотрите вот туда сюда да видите как красиво перерисовывают поэтому поэтому это здорово это прекрасно просто-напросто значит еще важный момент то что у меня сейчас в системе здесь установлен большой шрифт но я команды вводил до соответственно чтобы вам было поведение я возьму и сделаю change settings и давайте поставлю обычная работа не там не на 16 шрифте а на каком-нибудь там десятом или пускают 12 будет смотреть перерисовалась все красиво опять-таки перерисовалась видны все мои 16 ядер да то есть посмотрите как красиво все это дело рисуется значит давайте детально смотреть значит с левой стороны это потребление процессора нагрузка да справа часть это вот это где мышкой вожу здесь у меня отображается собственно нагрузка по процесс по ядерно там по ядерно да соответственно вот все мои 16 ядер отображаются дальше поехали дальше левая сторона вот это вот центральное окно это нагрузка на дисковую систему да собственно сколько здесь используется в рейбл место да то есть вот пожалуйста изменить от оперативная память а сколько оперативной памяти свободно вот и был там 98 процентов до почти все 30 гигабайт свободно это нагрузка на дисковую подсистему input output смотрим здесь видите нагрузки пока никакой нету да вот юзыч фри сколько свободно сколько юзыч пожалуйста дальше нижняя левая часть коллеги это нагрузка на сеть собственно сколько данных принято сколько передано вот ну пока вот как бы пока вот как то так да то есть вот вот такая вот интересная штука значит дальше смотрим как удобно классно пользоваться мышкой значит вот здесь вот вверху видите написано 2000 миллисекунд это скорость обновления вообще всего этого окна да давайте я мышкой нажму на минус ну и сделаем каких-то там каких-то там так так наверно 500 миллисекунд то есть раз в полсекунды до полсекунды вот пожалуйста смотрите как быстро все это дело здесь у меня побежала удобно да да здорово на самом деле все отображается дальше следующий там мышкой вот важный момент куда вижу как говорится туда и клацаю мышкой значит full mode это вот здесь да есть меню если на него нажать видите здесь есть options есть help там да поэтому понажимайте все понажимайте коллеги все нажимается значит это вариант номер два это отображение статистики до статистики здесь уже видите все графики немножко по растягивались вот вы можете нажимать например input output вот пожалуйста дарит в райт операции все это дело видно там на 4 там swap используется свапили не используется то есть вот пожалуйста все вот таким вот образом вы можете это дело отслеживать дальше еще раз нажимая мышкой вот сюда слева вверху на могут прок соответственно здесь уже потребление ресурсов идет именно по процессам по процессам на то есть вот пожалуйста все ваши активные процессы запущены это же это дело все видно тоже все это дело видно значит вот так я уберу вот это вот себя если вы посмотрите нижнюю часть окна здесь можно посмотреть ну давайте вот так вот стяну да все ну вот нижняя часть здесь видно посмотрите терминейт процесс можно остановить kill interrupt то есть вот вот опять таки это все мышкой да то есть вы можете выбрать какой-то процесс и его как говорится взять и прибить удобно супер удобно дам то есть удобно здорово на самом деле итак я переключусь на full mode и соответственно давайте мы чё-нибудь как говорится протестим и посмотрим как же как же это дело все красиво рисует а сейчас потребление ресурсов здесь по нулям поэтому давайте давайте запускать и тестировать итак первое я запущу нагрузку на процессор будем в 16 потоков как говорится херячить значит нагрузку на процессор 60 секунд такой вот стресс-тест и посмотрите вот оно пошло все это дело да значит я сразу вижу красивые графики что нагрузка на процессор возросла я вижу 16 своих этих вот значит потоков да вот пожалуйста по ядрам это дело все распределилась дальше я вот где прок вот здесь вот смотрите видно вот собственно процессы которые запущены дали из процесса айди есть идентификатор процесса да то есть вот пожалуйста коллеги здорово на самом деле все это дело вот так вот происходит да то есть вы можете вот таким простым образом это дело все отслеживать вот поэтому вот там коллеги в чат спрашивают а чё топ не устраивает почему а чтоб не устраивает ну блин нашли что сравнивать реально красота на самом деле поэтому поэтому вот такая вот интересная история да вот пожалуйста все это дело прорисовывается вот так вот красиво видно значит прошло 60 секунд и смотреть все опять по нулям да вот пожалуйста красота и так это была нагрузка у меня на процессор да давайте теперь попробуем значит чем я тут а дисковая подсистема да давайте посмотрим как же как же у меня будет идти нагрузка на дисковую подсистему и так запускаем и посмотрим что тут у меня значит вот пошли у меня смотрите в риды в райты это в райты пошли да давайте переключим в режим стат и вот пожалуйста смотрите нагрузка идет на 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 дисковую подсистему да соответственно видно скорость записи 160 мегабайт в секунду вот пожалуйста врать на раздел root идет вот вот запись тоже можно это дело все посмотреть как оно происходит да то есть ну и вот по ядрам тоже нагрузку дает на ядра все-таки да то есть вот таким образом это дело все прорисовывается ночь у здорово на самом деле да красота таким образом вы можете опять таки все это дело отслеживать смотреть сразу видно смотреть кто тут отчету то вас грузе до вот и соответственно вот Вот критерии, смотрите, тоже тут вот можно все это дело сортировать, как вы там хотите. Вот, на самом деле, очень-очень даже удобно, да. То есть, ну что, здорово, на самом деле, да, такая вот красотища. Так, ну что, значит, следующий тест. Давайте попробуем посмотреть, дать нагрузку на сеть, да. Значит, сетевая нагрузка, это график внизу, вот этот вот внизу, да. Значит, давайте я что-нибудь запущу на скачивание, чтобы у меня, у меня все это дело, значит, погрузилось, да. Посмотрим, как будет рисоваться графики на сеть, значит, на сеть. Так, так, ага, значит, тут еще это продолжается, да, смотрите, еще продолжается. О, теперь, смотрите, это была у меня запись, запись, да, значит, запись была у меня на диск. Теперь, смотрите, чтение пошло, да, 2 гигабайта в секунду. Да, и SSD-шники здесь быстрые, конечно. Конечно, вот оно, да, смотрите, как красиво все это дело рисуется. То есть, вы с помощью этой утилиты легко сможете найти, что происходит в вашей системе, ну и вообще понять, понять, да, что с вашим сервером, кто там его, как говорится, захватил и что там жрет ресурсы, да. То есть, вот таким вот способом это можно легко отслеживать. Поэтому, коллеги, еще раз, все клацаем мышкой, чтобы прям было вот все прям весьма здорово, понятно, да. То есть, вот, пожалуйста, все, коллеги, прорисовывается, сразу видно, что там, где там, как там, там, да. То есть, вот, пожалуйста, здорово. Итак, ну что дальше, давайте запустим следующее, что я хотел запустить, это тест. Так, давайте прервем этот тест, да. Я хотел запустить скачивание Ubuntu и показать нагрузку на сеть. Итак, давайте включим, включим, так, что мне нужно включить, какой режим. Мне нужно включить вот такой вот стат режим, да. И, собственно, вот последнее, это будет нагрузка на сеть, да. Так, сейчас вот отодвину, вот так, да. И давайте посмотрим, как будут рисоваться графики нагрузки на сети. Итак, значит, здесь у меня 40 гигабитные интерфейсы. Вот, поэтому, смотрите, скорость, видите, с закачки, да, какая, полтора гигабита в секунду, да. Вот, или 248 гигабайта в секунду. Вот, вот такая дичайшая скорость, 193 мегабайта, да. Вот, вот как рисуется все это, ну что, здорово на самом деле, да. То есть, вот таким образом, коллеги, вы можете отслеживать, да. И сошка за 4 гигабайтная скачалась за каких-то 10 секунд. Здорово, да. Вот оно, вот оно красотища. Давайте еще какой-то пример посмотрим. Значит, так, так, давайте еще пример. Значит, еще пример. Вот хочу запустить, запустить, например, Apache Bench, да, там, тестирование веб-сервера. И показать, как можно управлять процессами. Значит, коллеги, так, запускаем Apache Bench. Что я вижу? Я вижу то, что у меня нагрузка, смотрите, видите, возросла, да. Да, вот оно пошло здесь. И я вижу, кто жрет мой процессор. Кто жрет? Вот Apache жрет, да. Вот Apache жрет, да. И, соответственно, Apache Bench. Apache Bench. Значит, смотрите, я выбрал нужный процесс. И вот я здесь могу видеть, сколько там памяти потребляется. Вот, и все вот это дело. Смотри, Apache не справляется, подгружает сам себя. Я вижу, кто тут у меня главный зачинщик. Что дальше? Я вот выбрал этот процесс. То есть, я все мышкой нажимаю, очень удобно. Ну, и здесь я могу нажать kill. Kill. Так, херак. Так, все, смотрите, нету. Нету, да. А здесь я увижу ошибку, да, что я вижу kill. Это kill, да. То есть, вот, пожалуйста, у меня там все это дело kill. Таким образом, легко, легко нашел, что потребляет, что жрет, взял, прибил. Удобно? Удобно, да. То есть, вот такая вот хорошая утилита, коллеги. Итак, пожалуйста, отпишитесь в чат, как у вас там дела. Значит, цифра 3, коллеги. Если у вас, как и у меня, получилось поработать с утилитой BPY Top, вы это все красиво, вот, как и я, это увидели, понажимайте, пожалуйста, очень сильно, как говорится, рекомендую. Итак, коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Вот я с удовольствием на них отвечу. Итак, давайте заглянем в чат, какие есть вопросы. Значит, первый самый важный вопрос. В чем отличие от топа? Да, значит, я уже отвечал. Хочу еще рассказать то, что утилита BPY Top очень красиво все вот это дело рисует. Да, и, соответственно, вы легко можете посмотреть, где у вас там нагрузка на процессор, где на дисковую подсистему, где на сеть, кто, что, чего ужрал. Да, то есть, вот, пожалуйста, таким образом вы можете это дело все найти. Так, так, еще вопросы, еще вопросы. Так, 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 смотрим, 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 смотрим. Так, 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 это ответил, это сказал. Итак, коллеги, если вам сегодняшний мастер-класс понравился, оцените его лайком, впадобайкой или нравликом. Ну, или просто поставьте палец вверх. Ну, а если для вас интересна тема линукса, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, девупс, то мы вас приглашаем дальше на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания, разложить все по полочкам, получить международные сертификаты. Ну, и мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому приходите, с удовольствием вам поможем. Ну, на этом, собственно, все, коллеги. Предлагайте темы для будущих мастер-классов. Мы с удовольствием для вас все это дело проведем и покажем. Ас-салам алейкум, мир в вашем дому, берегите себя и своих близких, несите тяготы друг друга, помните, что сила в единстве. Поэтому, коллеги, если что-то не получается, то, пожалуйста, пишите комментарии под этим видео. Я с удовольствием на них отвечаю, ну и все вам поможет. На этом все. До свидания.